Здравствуйте! Мальчишки и девчонки, а также их родители. На коп со мной поехать не хотите ли? Прям нералаш. Если желание покопать, усаживайтесь поудобнее и поедем со мной копать. План действий на сегодня прост. Объехать поля знакомые, посмотреть, может где-нибудь скрыли влагу, походим там. Еще походим по тем местам, где сожгли траву. Люди на сено, бывают, поскакивают довольно интересные находочки. Места, так сказать, мне известны, но без находок никогда не возвращался. Может, нам сегодня повезет. Так что поехали! Вот такая здесь природа. Красиво. Я не знаю, как я жил раньше без этого. Субтитры создавал DimaTorzok Все. Дальше дороги нет. Попробую перейти вброд. Пробовал. Вроде дно и твердое, но я сегодня сам не рискну ехать. Если застряну, то на этом коп мой и закончится. А так, оттуда, отсюда, точнее, идти до этого места, километра два, это так, чепуха. Наконец-то я дошел. Вот такой здесь хмурый пейзаж. Первым сигналом выкопал пробку, потом дефлофос. И вот, наконец-то, правильный сигнальчик и правильная находочка. Вот, смотрите. Монетка. Земля очень мокрая здесь. Прибор дает. Ага, вон, след остался. Дает помехи. Секундочку. Не, чудо не случилось. Монетка убитая. Но по размерам это две копеечки. Александра. Восемьсотых годов. Наверное, из-за влаги такой с ней. Но начало бодрое, так что продолжим. Вот из такой ямки, вот, с вот этой вот, этой вот, комка земли, выпала какая-то штука. Сигнал был красивый, но не монета. Чего это? Походу, это какая-то пряга. Или конина, или с какого-то ремня. Нет, с ремня однозначно. Ну, или человека, или животного. То есть коня, я не знаю. Но пряжка. Старина. Карман. И пойдем дальше. Вон туда. Вот, ходил я вот здесь, где траву сожгли. Не знаю, там очень мокро. Да и здесь мокро. Но перешел на пахоту. Вот у нас сигнальчик. Где-то видел. А, вот она. Наша находочка. Это точно монетка. Звучала красиво. Сейчас мы посмотрим, что за монетка. Или не посмотрим. Да что ж такое. I-Moment. Это одна копеечка. 1819 год. НМ. Александра I. Ну, с этой стороны надо мыть. Может, чего-нибудь и отмоется. А вот орел более-менее живой. Так что покружим. Вот здесь у нас была монетка. Сделал пару кругов подсчета. И вот опять сигнал один в один. И вот она. Вот она, красавица. Так, иди к нам. Да что ж такое. Это тоже копеечка. Но здесь состояние еще хуже. Может, дома чего отмоется. Если отмоется, вставлю видео. Вроде и находки есть. Но одно расстройство. Но все равно продолжим. Вот в этих кустах, наверное, был дом. Это яблони, походу. Сад. Походим. Поищем. Выкопал сигнал. Где-то он вот здесь. Сейчас будем искать месте. Сигнал был достаточно хороший. Так. Ага. Вот что-то. Не. Где ты? Это твою. Ага. Упустил. Вот почему я не люблю копать онлайн. Больше забираю вашего времени. Вот. Вот чего это у нас. Это у нас. Это у нас. Через камеру плохо видно. Ага. Это у нас наперсток. Бронзовый. Чуток. Сломанный наперсток. Вот. Ну, достаточно старый. Раз из бронзы. Царизм, наверное. Ну, может, поздний царизм. А может, не знаю. Но находочка. Забираем. Там видняются старые дома. У меня был сигнальчик. Обалденный. 46. Ровный, красивый. Копнул только раз. Вот, даже не копнул. Так, коврнул. Вот так она и вывалилась. По размерам. Большая. Пока не знаю, чего это. Сейчас будем с вами смотреть. Ух, какая красивая. Только бы не убитая. Что тут до земля, не пойму. Ага. Или Александр. Последний. Николай второй. Just moment. Это 5 копеек. 1880 года. СПБ. Эта сторона более или менее. А это вот такая. Вы не поверите. Это карма. Я сколько уже копаю. Но вот именно такой монеты у меня нет. В смысле, в хорошем состоянии. Все какие-то убитые, коцанные, рубанные. Вот почему-то мне на эту монету не везет. Я так понял, не сегодня. Будет тот день, когда в моей коллекции появится хороший экземпляр такой монеточки. Но все равно пятак. Чтобы не сглазить. Сигнал был прекрасный. 48. Вот там был. Уже зарыл, потому что яму развил большую. Был глубоко. Думал, уже какая-то железяка. 48. Это для тех, кто не знает. На моем приборе это пятак Екатерины. Или какая-то большая монета. И вот, смотрите. Только бы целая. Как показывает практика, земля здесь плохая. Но все же это пятак. Это пятак. Ох, класс. Вот это да. Секунду. Меня, конечно, извините, но тереть не буду вообще. Потому что такая монета, это праздник. Год видно. 1769. Пятак Екатерины. Екатерины второй. Буду чистить. Фотографии обязательно вставлю в видео. Так что смотрите. Все увидите. Ух, прет. Вот такой котлован. Монетка вот. И походу была сверху, потому что край чуток сухой. А показывала деление 3. Не знаю. Било 40-42. Земля тут, конечно. Это копеечка. По всей видимости, Николая Второго. Тереть не буду по понятным причинам. Кому непонятно, объясняю. Если тереть грязной перчаткой, можно стереть все. Затереть, так сказать, до смерти. А оно нам надо? Помою, покажу. Выкопал много каки, алюминия, проволоки. И наконец-то... И наконец-то... Вот. Это однозначно монетка. Что за монетка? Что за монетка? Это гряды как аликов. Но смею предположить, что это деньга. Потому что било как деньга. И размерами очень похоже на деньгу. Но дома обязательно пойму. И в видео покажу, если будет понятно хотя бы какая монетка. Здесь однозначно была деревня на деревне. Потому что очень много советского мусора. Ходил, думал, почему же советов нет. Был сигнал. Типичный 30. Во, разрыл, рыл долго. Где-то пропал. Потом смотрю, она вот вылетела. Just moment. Пока чистил чуток, аж глаз дернулся. Подумал, 34-й год. Для тех, кто не знает, он чуток стоит денег. А нет, это 31-й. Самый типичный пятачок. Пятачок. СССР. 31-го года. Состояние не очень. Земля тут, конечно, жестокая к монеткам. Но такая земля не вредит серебру и золоту. Так что поищем. А я все здесь. Наверное, на поле уже сегодня не поеду. Покружусь здесь. Вот был у меня сигнал 38-40. И вот так вот в комочке... Опа. Я ее и нашел. Вот, смотрите. Оттиск какой. Был комок земли. Это у нас, друзья, Биллон. То есть серебро. Так, не вижу. 10 копеек. 1899 год. Вот, СПБ. Эта сторона, я думаю, будет достаточно в хорошем состоянии. А здесь у нас... А здесь у нас двуглавый орел. И буквы, если я правильно вижу... ЕБ. Ну, походу, и орел неплохой. Данная монетка, я думаю, будет чего-то стоить. Сейчас не скажу, сколько. Потому что надо помыть правильно. Оценить состояние. И посмотреть стоимость в интернете. Если найду, сколько стоит, обязательно добавлю в видео. Хорошая находочка. Серебро это всегда ух. Продолжим. Вот, дошел до края. И вот у нас где-то была вот находочка. Скатилась в ямку. Но я видел. Это какой-то кругляшок. Но било красиво. Сорок. Думаю, это какая-то царская монета. Только бы было видно, что это. Потому что земля здесь, конечно, жестокая. Как мог, аккуратно почистил. Это одна четвертая копейки серебром. 1840 год. Николай I. Помою и вставлю в видео. Продолжим. Вот находочки за сегодня. Буду уже собираться ехать. Снимаю для того, чтобы никто не сказал, что некоторые монетки снял не один раз. Это я вот про эти три копеечки. Я думаю, что три копеечки. Все находочки вы уже видели. Так как я их вставил в видео. Это просто финишное видео на лопате. По количеству, конечно, неплохо. Ну, а качество составляет желать лучшего. Но все равно золото. Золото. Ой. Но серебро билончик. Одна четвертая Екатерина Пятак. Это просто так, что у меня сегодня супер-пупер-мега удачный коп. Спасибо, друзья, что копали вместе со мной. Кому видео понравилось, подписывайтесь. Ставьте лайки. Не забывайте поддержите канал. Кому не понравилось, пишите грозные комментарии. Следите за новостями на канале. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok